господа и примкнувшие к ним дамы здравствуйте канал инстаграм мы с евгением сегодня продолжаем изучать географию и не только слушайте я даже не знаю как назвать сегодня по сути это посылка подписчика на самом-то деле но значит объясню что происходит у нас на столе стоит коньяк бишкек пятилетний производство вес коньяк республика киргизия киргизия сейчас киргизия как я понимаю называется страна суть в чем нам его передал для обзора эксклюзивный поставщик этого коньяка в рб но самое интересное пока коньяк магазинах не продается то есть нам досталось до выхода на рынок даже не знаем но ролик наверно выйдет до выхода на рынок либо совместно я думаю что он выйдет эти вопросы я думаю что вы это где-то в январе увидите и смотрите суть в чем что вот поэтому как вы видите на нем нету акциза то есть это присланный непосредственно с завода который находится в кыргызстане и значит что мы скажем у нас будет еще один коньяк обзор у них там в линейке будет три коньяка мы обозрим 2 у нас пятилетний у нас следующий будет ну собственно вы посмотрите какой следующий коньяк называется бишкек цена планируемая на белорусском рынке я поинтересовался у человека на его приславшую он сказал что ценник будет в районе 30 белорусских рублей ну это в принципе это просто нам для составления оценки так давайте по цене это в принципе цена за за тот импорт который у нас стоит ну это среднего пошива это цена на разлит разлит это все там будет то есть это не у нас разливается тогда ну и соответственно да это у нас в принципе ценник на коньяки разлива не белорусского которые приехали откуда-то ну то есть вот так значит коньяк бишкек ну там есть определенная история единственное конечно я вот сразу производитель очень обратился бы да мне кстати пообещали что на заводе производители это увидим наш обзор вот ну читать это без лупы невозможно ребят конечно но это вот так вот сразу если так оформление бутылки нет нет я допустим до записи сразу сказал что мне очень сильно понравилось вот это вот 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 ничего лишнего вот просто название количество звезд и вот все вот эти вот так что прочитать состав я прибегнул к способу используемым другим алкоблогером белорусским но собственно говоря я его тоже раньше использовал в общем я сфотографировал на телефон увеличил текст потому что иначе ну очень тяжело тут понятно что тут написано коньяк пятилетний бишкек популярный до готовится к упажированием и так далее и тому подобное написано что коньяк производится с девяносто пятого года ну и высокое качество и прочее подтверждено получением наград на международных конкурсов но это вы сами прочитаете когда будете покупать под коньяк если будете состав нас сейчас интересует тут виноградный дистиллят вода подготовленная исправленная сироп и сахарный колер произведенный из натурального свекле свекловичного сахара вот ну и понятно что тут выдержка не менее пяти лет будет маска не очень экспертов да ну что учитывая что пока этот эту бутылку не испортили нашим замечательным белорусским акцизом но ее можем спокойно открыть не боясь что что-то порвется запаковка хорошая запайка такая ну да вполне вот это вот тоже лимончик и шоколадку мы на самом деле подготовились евгением потому что мы не знаем чему готовится мы на самом деле но конечно обещали что коньяк будет вкусный но знаете как доверяй но проверяй поэтому мы сейчас себе по граммульки накапаем и ну есть такой кислит чуть-чуть запахи запах кислого винограда ну есть кислородная это я говорю как не эстет и там я не ваня который там выделяет ваня конечно выделил там конечно более тонкие ноты но это вот то что сразу бросается в запах он кислит но при этом заметь что а такой вот допустим как спиртягой как шараши не усима от некоторых наших белорусских производителей который вот слушай полгода просто наверное это может быть такой профиль потому что я сейчас не могу вспомнить пили какой-то здесь очень хороший коньяк был точно такой же запах мы с тобой пили коньяк ну короче я заметил что вот допустим грузинский профиль он такой сразу там допустим армянский он такой дубой дубой а вот эти вот казахстан кыргызстан вот чтобы туркменистан у них вот такие вот вот именно вот с этой вот ноткой допустим но заметьте он кислит но это не то что вот я всегда ругал когда вы знаете ругал этот помню тбилисоба там когда он пах гнилью такой здесь именно вот просто такой подкину кислинка виноградная все но он кислит можно сказать чачи но что то такое такое но что то может быть от чачи кстати да ну такой опять же пахнет но он достаточно мягкий как по мне пахнет чачи только чачи такой которая очень-очень такая мягкая лайтовая они вот эти вот как бы хоккитинскую самую говорю мне плюс нету плохих запахов из минуса ну вот кислинка не знаю насколько я не привычный я сейчас нос там глубоко засуну то есть ну чувствуется что это спиртовой допиток то есть спиртик такой спиртик есть но он такой но это молодой пять лет все но вопрос уже что мы хотим от алкоголя мы хотим от алкоголя ну я же понимаю что это не тридцатилетний напиток да и надо ну понимаете то тут пятерочка ну кстати вот кислинка потиху уходит ну да здесь знаете как здесь вот ощущается запах виноградного дистиллята я так скажу да ну что недолго не мудрство и лукаво ну давайте легенько легко пьется выпался легко и послевкусие такое не опять чернослив почему то ну наверное это специфика ну как это он так ну коньякене тогда ну знаешь тут немного то на самом деле он такой простой достаточно он легенький и простой давай он легенький и простой но при этом в этом циом диапазоне есть намного хуже экземпляр ну слушай вот если вот так за глаза типа сравнивать нет да слушай нет он неплохо точно то что он неплохой это однозначно по крайней мере то что нам прислали он классный ну как нормальный ну как нормальный классно в моем понимании не классно там классно там давайте так лучше чем в кровати для меня да я не буду там сейчас говорить что это там вау это лучшее что я пил в своей жизни нет ну понятно нет он это достаточно ординарный коньяк он и не претендует на какие-то большие лавры но надо понимать просто в каком в чем он себя заявляет он заявляет себя как пять лет то есть по сути это такой простой простой коньяк у тебя распыл ничем на 5 лет у меня вот что то такое есть вот что то нету да вот как бы так вот менее насыщенный смотри здесь нету вот минус для меня нету какой-то яркости во вкусе вот чего-то такого доминирующего знаешь вот это вот когда ты говоришь такой ой как вкусненько здесь этого нету но при этом это здесь ты еще но смотри здесь не ощущаются задуманности какой-то нет он просто такой вот он интересный я говорю в нем даже какая-то легкая кальвадосность присутствует ну возможно можно вот такая вот на отголоске я вот сейчас сижу так но опять же вот мы поставили лимончик с этим самым все это такой знаете мы попробуем кстати его под лимончик потому что обычно вот коньяки то я знаю производитель простите меня вы это смотрите что это нельзя делать но простые смертные иногда могут и коньячок под лимончик и мне кажется что вот лимончик и шоколадка вообще будет шикарная вещь ну я точно знаю что если этот коньяк будет до 30 рублей то вот если я допустим ну с такого вот вот маршруточка да вот кстати сорвался язык дорожка очень хорошо в каком плане в отличие от белорусских недорогих коньяков и там допустим каких-нибудь армянской аналог до 30 ну там какой-нибудь как раньше там была легенда Армении там много дубочка на языке и его тяжеловато там и спиртик чувствуется и его тяжеловато в плане накатом тык 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 ну это совершенно спокойно вот заходит он очень легонечко прям вот как детки в школу ну заметь даже я не потянулся сразу за лимону да ты у нас да я это да мне это сразу нет ну я не скажу что это высший пилотаж нет так они я так понимаю что они не стремятся это коньяк который на масс-маркет рассчитан да они не стремятся туда не может конечно не стремятся но по цене которую они заявили ну в принципе ну да с точки зрения логистики дистанции между странами доставок и там региональности ну в принципе наверное он должен так стоить ну цену мне сказал эксклюзивный поставщик который будет его поставлять а он приблизительно я просто спросил говорю слушай ну мне же надо опираться на что-то при обзоре как бы ну мы всегда все равно цена присутствует в выставлении нашей оценки потому что извините меня если допустим вы заявите за него 150 рублей я его обругаю потому что за 150 рублей ну а если вы заявляете 30 я его и сравниваю с коньяками в этом ценовом вот если бы они продавали по 5 нет если бы по 15 вот честно говоря если бы был по пятнашке 10 баллов по 30 по 30 неплохо 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 но ты знаешь все таки я могу сказать там как бы через тебя были все ну допустим в 30 ты знаешь там есть еще такой конкурент но для меня он будет конкурировать где-то там со старейшиной с тем же потому что он будет но они разные они разные а для меня он выиграет знаешь почему регион необычный ну знаешь так давай и так при увидевши на полке вот если бы я так это самое я бы скорее всего сначала взял этот почему потому что со старейшиной знакомых с ним нет да ну а второй раз ты знаешь я бы и выбирал наверное почему потому что старейшину там более такой испанский профиль это вот все там орешки фрукты чачача а сладость а здесь здесь честный профиль если можно сказать здесь честный здесь здесь менее вот эти вот меньше этих сладостей и всего этого то есть на самом деле ну на самом деле норм я даже могу понять почему цена будет там около тридцатки наверное хотя хотелось бы конечно что-то дешевле слушай во-первых около тридцатки во-первых не знаю про какую из них ответили около тридцатки а ну видишь тоже если все будут в районе то есть я так подозреваю что это будет вот как помнишь мы сегодня мы сегодня заходили в магаз в этот хит и там стояла линей каких-то коньяков там он 24 до 30 рублей и там стояла от 5 до 10 лет коньяк амбре то есть я вполне не удивлюсь допустим что более выдержанный будет там около 30 а этот будет рублей 25-24 если так а если еще с какой-нибудь очень крупной сетью типа евроопты и прочее которые еще там в каком-нибудь грошике выставит чуть-чуть со скидкой вообще будет красота ну да не серьезно за ценник до 30 норм давай так коньяк это тот коньяк на который можно обратить свое внимание ну по крайней мере ну я так скажу то есть по крайней мере у нас вообще не буду его хвалить не ругать но он как бы ну я его могу для меня самое главное показатель напитка я могу его спокойно пить oly ко мне вопрос а сейчас мы с тобой выпьем вторую ну давай попробуем вот хочу подливать давай попробуем так как мы любим да это так неправильно так неправильно но мы так любим ну я так люблю как текилу неправильно с солью но я говорю да и букерский правильно с колой мешать Но мы и так любим. Но я так делаю. Да, да. Ммм. 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 Не, я лимон. Я лимончик. Ммм. Не, лимончиком хорошо. Только здесь половиночку. Половиночку надо брать. Ну, лимон не свирепый. Нет. Нужно брать половиночку, потому что так. Целый немножко. Слишком перепевает. Половиночка была вообще хорошо. А это было вместе с шоколадочкой еще. Нет. Я люблю по отдельности. Ммм. 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 Вот. Ну, давай так. Если сравнивать. Слушай. Я не буду называть про этих веселых производителей, которые там. Может быть ссылки поедут. Слушай, давайте так. Это точно лучше, чем белорусские разливы. Вот эти вот все. Вообще, да. Начиная от баланештов, заканчивая. Нет. Баланешт не трогайте. Баланешт еще. Баланешт дрянь. Дрянь. Ну, в больших количествах. Он классный. Все интересно. Ну, и дорож. Это вот. Это. На фоне тех. Это коньяк. Не. На фоне тех, да. Вот те, да. Коньячный напиток. Это коньяк. Хорошо. Давай так. Хорошо согласен. Это где-то. На распил, кстати, похоже. Ну, вот. Не знаю. Мне что-то в сторону рада. Только он, возможно, не такой вот насыщенный. Он немножко легче, я бы сказал. Да, да, да. Наверное, легче. А распил потяжелее и поспиртуозней. Да, да, да. Ну. А распил в этом же ценовом сегменте и получается. Ну, допустим. Ну, нет. Между ним и распилом я этот выберу. Ну, теперь-то да. Я буду этот покупать. Ну, опять же, если там все срастется с этими поставками в Белоруссию, я, наверное, вот это выберу. Ну, я сейчас не хочу там сильно перехвалить, потому что тоже не ждите там вот пятилетнего коньяка там что-то там. Ну, вот. Накапываю еще чуть-чуть. Просто станки. Не знаю. Как по мне, я говорю, что это, вот, для меня главное показать, это можно пить или где-то там можно пить. По мне, я вот сейчас переходя уже плавно к... Куплю ли это там за 30 рублей? Что-то немаловато себе каплю. Ну, наверное, да. Куплю. Потому что я, ты ж знаю... Нет. А если за 25, то больше куплю. Ну, ты ж меня знаешь. Я ж люблю эту региональщину. Я могу купить дичайший шмурдяк, но только он будет выпущен там в Таиланде. Давай, Женя. Так. Ты вот сейчас вот это попробовал, и ты скажешь, норм. Я более чем уверен, когда он появится на полках, у тебя начнется, как ты любишь на фестивале ехать и там всяким своим друзьям. Я знаю, что ты будешь вот в течение этого года приблизительно возить и говорить, попробуйте. Я все-таки его назову вот это вот коньячок для поездочек хороший. Маршрутка однозначно. Маршрутка, поезд. Это однозначно. В чем логика? Пьется очень легко. Что мне нравится? Много, выхлопа нет. Ничего тебе не дали. Никуда-нибудь там. В принципе, и закуски требуют. Но лучше закусывать. Особо если едете в каком-нибудь там а-ля общественном месте. Ну, его на самом деле, шоколадка-лимон можно спокойно пить и вообще не иметь никаких... Ну, то есть, он не требует... Я же говорю, почему поездочный вариант хороший? Да? Или вот такой вот фуршет, типа на КВН, как мы с тобой любим там это самое. В плане каком ты берешь, принес в этом компании, у у нас вот ножичек маленький, это самый лимончик. Тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик по лимончику взяли, хлоп-хлоп, и вам хорошо. Ну да, молодец и отработает. Не надо, вот это вот. Режем колбасу, режем огурцы, режем рыбу. И вот это вот... И только потом можно пить, потому что тяжело, нет? Он плюс легко пьется. Очень легко пьется. Это самый главный плюс. Из минусов, хотелось бы поярче вкуса. ну маловато вот здесь такого вот я бы больше может я привычный к этому я бы больше хотел ваниль на шоколадного вот этого профиля но ты знаешь а я бы просто хотел сцену немножко пониже сейчас ванильки больше пошел вот он так как бы я хотел бы цены немножко нам тоже приблизительно мы же не знаем это мне сказали около 30 это значит такой потому что как бы вот выбирая если он там будет стоять там образно говоря тридцатку и смотря на вот эти веселые дятловские коньяки которые тебе периодически скидывают которые стоят 50 да там у меня не надо выскакивать да там какие то есть причем ты понимаешь что это не региональный разве это у нас что-то привозит раз они сами развозят и продают у нас да ну и тут и получаешь в принципе интересный регион такой чем постоит интересно он принципе то тут и ваниль прорезалась так неплохо не то короче можно сказать что это коньяк на побухать но это хороший на коньяк на попить да да это не вот это вот вечером камина и знаете вот этот долгий я не думаю что они хотят хороший в тот в этот диапазон не заходят вот таким таким образом это хороший вариант застольный банкет 1 я не знаю я буду рекомендовать матки но банкет однозначно его фишка главное легко пьется очень и я даже буду рекомендовать владельцам кабаков его покупать потому что ребята его у вас выпьет очень много ну реально он же не ходе и люди купят разольют особенно дорогами пьет они не сильно там будут узнаете ароматы искать просто ляп ляп а заходит он захоронит он как как дети в школу про этому ну да то есть по легкости захода это легкий коньяк я знаю вот допустим кстати одного нашего товарища которому надо будет презентовать бутылку он скажет какой шикарный коньяк да ну вот я может быть это самое надеюсь появится там да мы купим нет ну когда нашей поездки одной вот я в поездку и куплю и проверю его бойкость по оценке но у меня такое знаешь 7 плюс чем с половиной семь вот так нет я поставился на семерке то есть и это давай так даже есть это 30 рублей это стоит своих денег давай так это честно они не стремятся как бы вот туда типа от у нас там круть-круть-круть-круть-круть-круть да ну и они скатывают за уровня говна нет он очень я еще раз говорю за свои деньги это честный хороший напиток вот типа не знаю есть ли коньяки лучше конечно есть если коньяки хуже однозначно есть то есть вопрос в том именно в сочетании цены качества по цене качества это 7 ручка да тем более что ну приблизительно хотя мне кажется он стоит будет там правильнее 25 слушай давай так выйдет на рынок там посмотрим сколько это будет стоить выйдет на рынок может даже есть может быть даже и перетест сделаем но купим в магазине посмотрим что мы прислали с завода и что да да что он пришел к нам надо что прислалось соответственно может даже мы и оставим для того что можно было бы сделать и вряд ли мы их вставляем ну да потому что он пьется он пьется это понятно ну то есть знаете как вот показатель того что этот напиток неплохой я его точно выпью дальше да кстати вот с Олегом это самое главное показатель то есть показатель у нас простой если мы оставляем в посевной фонд не берите никогда если мы это оставляем для себя выпить брать можно смех в общем и целом подводя итог можно ли это взять от можно и я бы наверное рекомендовал попробовать потому что я уверен что кому-то это зайдет прям очень хорошо очень легко пьется а вот основной плюс очень легко пить да не самая яркая еще раз говорю вкусовая и ароматическая палитра но в этой категории ценовой я считаю что главным плюсом коньяка будет именно то как он пьется то я я скажу проще это просто нормальный алкоголь нормальный бюджетный коньяк особенно людей которые как я которые там не разбирают 35 ну и я не чувствую как вами вот это причем здесь как вами здесь я например у меня саму ближайшую приезжаю не вы ты не хочешь тренировать свои рецепты я я этого не чувствую вот и я вряд ли когда это почувствую потому что ваня у нас там нанюханный ваня тебя назвали нанюханный ну я так и так вот для меня это просто копеек я могу пить на нанюханный конечно ну просто то что я реально до меня это семерки я не люблю эти кратные ну я там 7 плюс имею ввиду но тоже такое около 7 до 5 7 это хороший напиток за свои деньги которые можно покупать смело дальше ваша вкусовщина будет в этом в этом сегменте на самом деле выбор есть уже это не хуже скажем так тех ребят которые претендуют на этот же сегмент вот точно не хуже а вопрос лучше и так далее это уже каждый решит для себя когда попробует поэтому лайки подписки комментарии на зрители из кыргызстана пожалуйста ждем вас на канале у нас много сути по просмотрам азиатских вот если еще какие-то производители планируют выходить на наш рынок вдруг пожалуйста заходите в наши социальные сети там с нами можно связаться вот непосредственно в инстаграме отвечаю я лично всегда потому что он только у меня золочен поэтому а так ну пожалуйста пишите за то самое вот ну и пить хорошие напитки это очень важно и повышайте знания по географии это очень прикольно я бы честно вот ну просто взять я бы чисто даже из-за региона из-за региона да все спасибо большое что были с нами еще раз пить хорошие напитки за вас ребята на самом деле неплохо очень